МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации Толерадо и компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый день. Оранжевый уровень небеспеки, обвешенный сегодня в регионе, заховываются несприяльные умовы надворья. Порывы ветру могут досягать 15-20 метров за секунду. Моцные вихуры супроводжаются снегом. У Гомель ветром сорванной афиши сустракаются поваленные древы. Однако, по информации областного управления МНС, надзвычайных здарений по причине умов надворья и обрыва у линии электропередач на даденный момент не зарегистровано. Тем не менее, автомобили под древами лучше не покидать, и на дорогах варто быть уважливыми. По выходу на улицу сообщать своим близким, где вы находитесь, и примерно в каком времени вы планируете вернуться домой. Ходить аккуратнее под веткими зданиями, шаткими деревьями. Завтра в регионе макчым и мокрый снег и дождь. Ветер по дневу 5-10, местами порывы до 14 метров за секунду. На дорогах гололедится. За 2015 год у Гомельчан было конфисковано больше 200 земельных участков, тех, до сваения яких господары не приступили у отведенный термин. Такую информацию подчас сустречы с журналистами огучил начальник землеупродковальной службы Гарвы Конкама Игорь Дьячков. Размова была присвечена проблемам и перспективам выкорыстания пустующих земельных участков, которые находятся у межах областного центра. Так, на проведение будовничо-монтажных работ отведены 1 год. На полное узведение жилого дома – 3. До того ж грамадяне мают право на так званую консервацию будинка на разных этапах работ. По законодавствии, период будовництва может быть продолжены термином до 8 годов. Коли ж грамадянин не приступил на протягу первого года до засвоения земельного участка, Гомельский Гарвы Конкам накировал ему предписание об необходимости почать работы на протягу одного месяца. Коли и ГТПР, грамадянин не выкорыстил для початка будовництва Гарвы Конкам, прямая решение об конфискации участка. Однако донести подобную информацию до грамадян не зауседы з'является махчимым. Имели место быть такие случаи, когда граждане просто не приходили на почту. Если почти он приходил к нему домой, они не открывали двери. То есть они не получали должным образом это уведомление. То есть, соответственно, мы не могли начать административный процесс. Сейчас, по данным фактам, уже больше половины граждан отработаны совместно с ООД. То есть уже некоторые граждане привлечены к ответственности. По всем фактам, выявленным проверкой КАК, все факты будут отвернены. Сегодня в Чарзе на отримании земельного участка находятся коля тысячи человек. Что тыдень, колькасть заяв от их, кто мая патрыл бы у поляпшени жильевых умов, повеличивается. Все лето Гомельских Гарвы Конкам мая намер задоволить запыты, як мага большей колькости таких грамадян. Мы имеем возможность, скажем так, сейчас у нас есть неословленные участки в первых Романовичах, во вторых Романовичах и, соответственно, массив целых в третьих Романовичах. То есть, по сути, мы должны в этом году очередь нуждающихся закрыть полностью. Контрафакт из Украины. Супрацовники Гомельской мытни затримали парту и бурштину. Нелегальный груз накировался у Литву. Ясше при проходжении мытного контроля товар, який находился у фуры украинского перевозчика, выкликал подозрения у супрацовника у мытни. Мяшки с бурштином были знодзены у великих биг-бэхах, у яких находилась луска слонечника. Проткнувши штыками великие сумки, супрацовники мытни выявили 42 мяшки с бурштином, неопрацованным каменем, який по всей бачности накировался у Евросоюз для дальнейшей реализации. Сгодно с ценой на черном рынку, огольный кошт нелегального груза, вагой больше, как 800 кг, складает до 350 тысяч евро. Ранее супрацовники Гомельской мытни бурштин николе не затримливали. Это первая нелегальная парта подобного материала. Сейчас устанавливается уладальник нелегального товара, призначена экспертиза. Незадекларованный бурштин застанется у Беларуси, фура с заявленным грузом накируется далей у Литву. В отношении перевозчика начат административный процесс. Точку можно будет поставить только после того, когда будет в рамках административного процесса проведена экспертиза данного янтаря. Если эксперт подтвердит, что это действительно янтарь, будет проведена оценка этого товара и, соответственно, будут приняты меры к перевозчику. Самый старый же Харгомельской в области проживая у Речицы. Мария Романенко народилась от 14-го соковика 1910-го года. У гэтым же годзе Олег Крыху поздней народилися таксама Ганна Камарова саж Лобина и Ганна Климова таксама зречицы. А вось самый старый мужчина нашего региону сегодня прописаны на Брагинщине. У гэтым годзе ему исполнится 105 годов. С долга же Харомс устрелся Олег Синцеров. Веска Ленинец, навод по масштабах Брагинского района, невеликая. Сегодня тут проживают и сегодня какие-то человек, сиротых и один из самых старых жахаров Гомельской в области. У вогули Яков Гацко народился у вестца Волоховщина Брагинского района. Теперь она находится в зоне отчужения. У той час житие на белорусском полице было совсем непростым. До того ж про три годы почалась и Першая Сусветная война, на которую забрали частку мужчин. Потом революция, оккупация войсками Кайзеровской Германии, вызволение и коллективизация. У господарца Яков Гацко працавал на посадах, якие зараз называются поляводчими. У 39-му СССР ввеселился гунную военную обвязанность, и с мая 41-го батька троих дятей – боец Червоной армии. И снова война, на этот раз великая чинная. Правда, долго повоевать саперу Якову Гацко не пришлось, у Кастричнику трапил Уполон. Кажет, что спочатку накировали у Францию, правда, с того лагеря он утек. Але кольки може протрыматься у чужой краине человек, який не ведает ни одного замежного слова. А тому снова Уполон и концлагерь, на этот раз у Германии. Де он докладно знаходився, долго жахар уже не памятая. Але узгадывая, что приходилось вельми тяжко. На работу гоняли нас, самолеты налетят на город, разобьяць. Так гоняли убираць камин нету. Аб Лёсе Бацки, яго семья ничого не ведала до версни 45-го, калей он пася вызволення некаких месяцев яще прослужил у Червоной армии, пася чаго демобилизавався. Правда, негде дича на добрый армейский паёк гэтага часу не хапила, кап поправить здоровьем. Дочка Александра узгадывая, что спочатку Бацку навык не познали, настолько он изменился. А чтоб тогда побачили, так одни кости попроходили. Это он уже позабывался теперь, так он уже не знает. А тадик пошёл рассказывал, так на голове волос поднимался. Ну, как их кормили и били, каже, их там, как заставляли копу копать, голодные. А там, где, каже, дадаешь хлеба кусочек, кто даст. Так что ж молодому, что за кусочек хлеба. В мирный час Яков Гацко знов працавал у господарцы. После Чарнобырской аварии и отношения родной вёски до зоны отчужения переехал у Ленинец. Гэтай населенный пункт так само лечится оселенным, але некаких семью тут живут. Никуды бош, долго же хар переезжать не избирается. И разом с властными детьми, чекая на свое 105 годя, пять унуков, четырёх правнуков и четырёх правоправнуков. Алик Синцеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель», Барагинский район. Сказ про Ивана Мележа презентовали у Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина. Гэта не литературный твор, а экспозиция, присвеченная народному письменнику БССР, який народился на Гомельской земли. Многие предметы выставы заховывались уродных литератора и до гэта ганедзе не выставлялися. Одными из первых их убачили наши корреспонденты. Кнопок этой трукарской машинки краналась рука одного самых выдатных литератур в Беларуси. За её не одну годину просядил письменник, чая творы складают скарбницу беларуской культуры. 95-го дня с дня народжения народного письменника БССР Ивана Мележа в Гомельской областной библиотец имя Ленина отзначили открытием уникальной экспозиции. Тут можно увидеть особистые рычи письменника, подписанные книги и фотографии с семейного архива. Практично все экспонаты передала удар установе дачка литератора Лариса Ивановна. Экспонаты довольно интересные. Например, залековая книжка студента БДУ Ивана Павловича Мележа, в которой кроме отзнака выдатна, других отзнаков нет. Так само тут измещены и листы дародных, а так само дети писали ему кальон хворил и был в Ялте. Иван Мележ довольно часто становит в Гомельщину и областную библиотеку имя Ленина в приватности. Память об этих встречах дагетуль заховывает книга гоноровых гостей библиотеки. Один из записов, покинутых в 1965 году, належит имя на Вита Ивану Мележу. Кожный святомый белорус безупречно вспоминает, сгадывая гэта творцу выдатного мастака слова только добрыми словами. Потому что он покинул по себе соправданные высокомастацкие творы, якими натхняются, якими натхняются сегодняшние поколения по сутности и выховывают дагетуль. Усех этой рэшу войдут у фонд литературного музея письменников-земляков. Дэву формирование проступили только у конца минулого года. Однако размова об створении почалась ясшо в 2013 году. У якости экспозиционной пляцовки библиотека имя Ленина была обрана и не выпадкова. Работа по сбору уникальных предметов, связанных с житем гомельских литераторов, тут ведется давно. Однако сегодня я настала ясшо больше активной. Супрационники отдела краезнауста сустракаются с родными поэтам и письменникам и ведут перамовы об пополнении фонда у музея. Дарыш и его коллекцию складывают рыч литераторов не только минулых ста годзи, а и сучасных. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадио компании «Гомель». У «Гомель» отбылся не зусім звычайный выпускный вечер. Замест дипломов и атестатов – сертификаты. Замест кветок – у руках планшеты. Пиншевала выпускников золотого взросту компания МТС. Дякуючи яе дукациной программе «Планшет з нуля», простойники гонорового взросту на протягу некольких месяцев бесплатно вучилися корыстаться основными махчимостями сучасных мобильных прилад. Вероника Ворошилина с подробязностями. Открыть представителям золотого возраста доступ к современным технологиям компании МТС решила с помощью специально разработанной образовательной программы «Планшет с нуля». Эти курсы стали логическим продолжением не менее успешного и востребованного проекта компании МТС «Сети все возрасты покорны». Оба они преследуют единую цель через повышение компьютерной и мобильной грамотности пенсионеров, сделать их жизнь более яркой, активной и удобной. Мы должны вовлекать своих родителей и бабушек в интернет, для того, чтобы им было интереснее жить, чтобы они чувствовали себя более счастливыми. Потому что мы сами этим пользуемся, а им как бы и не даем, не учим их. У нас или терпения не хватает, или времени. А вот благодаря этой инициативе, получается, что мы их вовлекаем и делимся с ними качеством современной жизни. Это информационный мир, он приходит и для них. Общаться в социальных сетях, совершать онлайн-покупки, читать книги, бронировать талоны к врачу, оплачивать услуги через интернет. Эти и многие другие операции, которые раньше казались немыслимыми пенсионерам, теперь неотъемлемая часть их повседневной жизни. Новым возможностям представители золотого возраста обучались на мобильных устройствах компании Huawei, которая выступила партнером проекта. Помогали им в этом специально подготовленные педагоги-волонтеры. Для программы «Планшет с нуля» компания МТС совместно с Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации даже разработала уникальное учебное пособие, которое позволило пенсионерам проще, быстрее, а главное, лучше усваивать информацию. У нас была поставлена цель создать пособие для обучения пожилых людей использования планшета. В протяжении года мы писали это пособие вместе с преподавателями и некоторыми другими студентами. Пособие было выдано в прошлом году, и как раз в прошлом году мы начали проводить занятия. Образовательный курс «Планшет с нуля» компания МТС запустила по многочисленным просьбам самих пенсионеров. Первыми выпускниками образовательной программы стали более 150 человек, треть из них – гомельчане. Представители уважаемого возраста признаются – они готовы и хотят познавать современные технологии. Но самостоятельно делать это по различным причинам не решаются. Я всегда хотела попасть на эти курсы, попала. Но первое время мне было очень тяжело, потому что эту игрушку, как гаджет, я держала первый раз в руках. Сейчас «Планшет» у меня – настольная книга «Мой друг и помощник». Выпускники образовательной программы «Планшет с нуля», кроме полезных знаний и навыков, получили также сертификаты и памятные подарки от компании МТС. К слову, свои умения в работе с планшетами и смартфонами в финале проекта они продемонстрировали на практике. Каждый из присутствующих должен был сделать фотоснимок и разместить его в любых социальных сетях. С заданием справились все, выполняли его без особых трудностей, но зато с огромным задором и энтузиазмом. Компания МТС планирует и дальше повышать компьютерную и мобильную грамотность пенсионеров, узнать всю необходимую информацию об ее образовательных проектах и оставить свою заявку на участие в них, может каждый желающий на сайте www.vozrast.mts.by или www.planchet.mts.by Вероника Ворошилина, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Эфир телерадиокомпании «Гомель» на телеканале «Беларусь-3» сегодня начнется в 18.30 хвилин. В программе проекты «Сказано-зроблено», «Де-факто» и телевикторина для школьников «Эрудит-пятерка». Это и другие программы, так и информационные выпуски, вы можете найти и на нашем сайте www.tvrgomel.by. На этом по кулюсе у студии работала Наталья Игнатенко. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин